Ну что, все когда-то заканчивается. Мы в рамках проекта Боль как-то перекрывали татуировку Степана с его бывшей девушкой. Ролик назывался «Перекрыл тату бывший». Сегодня у нас называется ролик «Перекрыл тату бывший» часть 2. Я, собственно говоря, его и бывшая, и носитель аналогичной татуировки. И сегодня я перекрою ему татуировку. Смотрите, сколько радости у человека. Я потом подставлю видос, где мы их били, он там тоже был очень радостный. Да, сука, нахуй, блядь, сука, блядь. У меня истерика, блядь, нахуй. Я не могу, блядь. Почему? Я не понимаю, почему ты это делаешь, блядь. Я действительно, блядь, пытаюсь понять. Во-первых, сегодня год, как вы расстались. Да, совершенно верно. Я надеюсь, что это последняя парная татуировка, которую я буду ему прикрывать. А покажите общую татуировку. У нас есть татуировка первая номер один. Мы сделали ее сколько? Через два месяца после знакомства. Через два месяца после знакомства, да. Даже, по-моему, чуть раньше. И у нас есть вторая. Вафельное сердечко. Они делают цк-цк-цк-цк-цк. Еще у нас есть третья. Но она не любовная. Она дружеская. Она еще у нашего друга Ивана. С нашим другом, да. Ее мы прикрывать не будем. Видите, как надо расставаться? Чтобы быть лучшими друзьями. Она хотела меня зарезать, порезать мне сухожилия. Стоп, я не мог никогда в жизни танцевать. Она это говорила вслух. Это неправда. Посмотрите на мое лицо и посмотрите на Степа. Кому вы верите? Так как Диана Деменская. Можно сказать твою настоящую фамилию? Нет, запрещаю. Чтобы ты поняли, кто ты. Нет, моя фамилия не Деменская. Она это не имеет значения. У меня украинская фамилия. И, собственно, она украинка. И мы, когда познакомились, я очень полюбил украинский язык. Потому что она все время что-то бормотала на украинском. И с тех пор я трошечки разумею украинскую мову. И трошечки могу разговаривать. Слово «коханя» это... Коханя. Это удивительное слово. Что оно означает? В украинском языке ни одно слово, которое обозначает любовь. В украинском языке есть слово «любытый». Любытый ты можешь маму, родину, гулять, помидоры, что угодно. Но «коханя» употребляется только по отношению к человеку, к твоему любимому. Очень жаль, что мы его перекрываем. Оно красивое. Очень красивое. Но у меня есть куча историй. Во-первых, в барах все время говорят. О, хлопчик, ты что, с Украины? Ты что-то такое? Все время. Все время. Я говорю «нет, я не с Украины». А еще была история, как подписчик с Украины... Не двигай, пожалуйста, рукой. Салют всем подписчикам с Украины. Но этот был какой-то супер неадекват. Когда я приехал в Армению, он писал типа «о, а шо ты, блядь, уехал в Армению нахуй». Ну, я такой, ну типа «я армянин». Он такой «да, че ты больше не украинец? У тебя же татуха на украинском». Я говорю «блядь, я не украинец и не был никогда украинцем. И ничего украинского во мне нету, кроме вот этой татуировки. Поэтому, йоу, запомните, я армянин, чистокровный, на секундочку». Любовь перекрываешь розой. Да, потому что любовь – это красиво. Что по поводу второй? Про это мы рассказываем? Ты увидишь дизайн, только когда мы будем делать. Или не будем делать. Будем, будем. Это же судьба. Нет. Это судьба, чтобы ее не перекрывать. Нет, 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 нет. Ее надо перекрывать. Ее надо не перекрывать, а дополнить вот эту татуировку. Потому что Дима нарисовал какой-то ебейший дизайн. Но из-за того, что я опоздал, он, блядь, обиделся нахуй и пиздит на меня. Расскажи, почему ты хочешь ее перекрыть? Потому что, блядь, она на самом нахуй видном месте. В этом и был весь смысл. Мы на лице эти хотели делать, помнишь? Да. Но в целом она меня просто начала, блядь, напрягать. Да, странно. Да, потому что все-таки… А что случилось? Пока Диана готовит место, мы можем посмотреть заживший полностью на мне белый пигмент. Дурак шикарно зажил. Контур идеальный. Тенюхи прям зашли очень круто. Поэтому не бойтесь делать именно традициональные татуировки в белом цвете. Тенюхи прям нормально ложатся, если мастер такой же крутой, как Димон. Поэтому я думаю, что мы в таком же стильке будем продолжать всю руку, в таком околотрадициональном стильке. В целом панелька норм зажила, надо ее просто чуть-чуть помазать еще. Потому что вот тут на сгибе, во-первых, блэк на сгибе, да, и она вот тут все время двигается, и она вот чуть-чуть сухая, и надо просто помазать пару дней, и будет норм. И кисть мы продолжим, я думаю, что через пару выпусков. Трансфер мы перевели, немножечко он не отпечатывался, но в целом ничего страшного. Контурить я ничего не буду, буду сразу красить, красить буду девяткой. Ничего толще у меня нет, придется потерпеть. Скажите, спасибо, что не тройкой, правильно? Правильно. Не помню, кстати, зачем я ее била в прошлый раз, но мы, по-моему, пробивали сколько раз, два или три, наверное. Да, и она выпала. У меня, кстати, тоже подвыпала, но в целом меня это не напрягает. Будем надеяться, что это выпадет не так сильно. Постараюсь вколотить посильнее, придется потерпеть. Вместо больное, но у меня теперь есть... Татуировка против боли. Если кто не в теме, то это про шорт, тату вслепую. Ссылка, кто не смотрел, будет в описании. И вот это вот про то видео, где есть комментарии, что как будто бы ребенок нарисовал. Ребенок, собственно, это я. Как ощущения? Норм-норм-норм. Пойдет? Я тебя втоплю, там местами посильнее ничего. А ты этот... Она на блэк прям заходит или... Я в блэк заведу тебе просто. Ну, рукой-то не длинный. Ну, я не специально, блядь. Я тебя просто не контурю, а как будто бы немножечко вкрашиваю. Да, я понял. Сегодня мы исполняем на моем кожном покрове розу, просто черную. Как этот стиль можно назвать? Не знаю. Домашка, чернуха. Мы ее делаем не каверапом, когда мы полностью перекрываем татуировку, а мы ее делаем бластовером. Бластовер – это определенный способ нанесения эскиза, который частично перекрывает, но при этом старая татуировка может быть видна или даже должна быть видна. В этом и смысл бластовера. Очень часто используют в традиционале, кстати, и очень круто выглядит. Я вот думаю, что когда все мои татуировки потускнеют, я просто забьюсь олдой весь. Вообще похуй. Мне вообще татуировку делать? Вообще все равно. Ну я стараюсь прям. Ты молодец. Прям стараешься сделать мне больно? Нет. Я же и так ушла от тебя. А почему ты всем, кстати, говоришь, что ты меня бросил? Я никому не говорю, что я тебя бросил. А сейчас ты что сказал? Ну я пошутил, блядь. Ну это же неправда. Я сказал, что я всем говорю, что мы расстались. Ну да, это правильно. Никто никого не бросал. Я тебя не бросала. Ты меня тоже не бросал. Мы расстались. Правильно. А почему мы расстались? Потому что я так захотел. Вот сейчас всем нашим зрителям скажи вот честно, когда мы делали проект «Боль», ты же специально больнее делала у меня? Нет, неправда. Ты просто не можешь терпеть татуировки. Это не моя вина. Просто есть вещи, которые получаются у тебя не очень хорошо. Терпеть татуировки, быть хорошим, любящим парнем. Вторая татуировка на голубе. Вторая татуировка в выпуске. Вторая татуировка у голубя. И также парня с Дианой. Это половинка сердечка. Сердечка вафельного. И что я сделаю сейчас с ним? И ты сейчас добавишь сюда традициональный череп и закрасишь его. И это будет очень получительная история. И мы еще делаем все это на скорость. Да, у нас, кстати, за сколько сделаешь ставка твоя? Криво за 5 минут. Ровно за 4 минуты. Пен, у меня Шайен. Дианин. Ты ищешь как вольтаж настроить, да? Не понимаю. Задержи кнопку. Угу. И все. Теперь нажимай. Это новый Шайен? Как поднимается температура здесь? Да. Надо нажать кнопку и начинать вот так поворачивать. Ну, это одноразовый держак, чувак. Не дави на нас все. Запей на звук, чувак. Так она хуже начинает работать. Ты так слишком давишь. Ты давишь, потому что пальцем, блядь, наебаную тихо не дави. Пересобираем машинки. Ты, кстати, собрал за 4 минуты тачку. Подожди, я таймер включу. Подожди, я... Ну, так я жду салфетку. А, ну, тогда все. Оторви мне кусок просто. Я работаю, вообще контурю с одной салфеткой. Ну, почти 12 минут. 12 минут на контур, да? Контур за 12 минут, блядь. Ну, и хочу вас пригласить в мою новую инсту европейскую. Там будет очень много эскизов и все мои традиционные последние татуировки. Ссылочка будет в описании. А всем, кому лень включать VPN и заглядывать в инсту, можно просто подписаться на телегу Останина. Я туда дублирую все с инстаграма. И не забывайте подписываться на мою обычную, традиционную инсту Димы Останина. Там последние новости и как вот здесь я выживаю. Все, конец. Это конец видео. Это конец наших отношений. Мы были вместе три счастливых, великолепных, замечательных, лучших года. Мы год как расстались, татуировки перекрыли. Все, всем спасибо, все свободны. Но все равно мы будем появляться в кадре и дальше, поэтому еще будет куча приключений. Он так же будет страдать, я так же буду на него кричать. Все то же самое. Тогда поцелуйтесь. Так, стоп. Ну, получается, что это не конец видео и не конец перекрытия. И вот сейчас мы вам расскажем, как же заживлял эти две татуировки Степа. Всем привет, я Степан Голубь. Я рот ебал заживлять татуировки. Ну что, сделали татуху, я приехал домой, помыл ее, конечно же, вот. И намазал бипантеном. Вообще, я просил, чтобы мне заклеили супрой, но сказали, блять, отклеится. Я, собственно, мазал ее там два-три раза в день, но оказалось, что нужно больше мазать. И на седьмой день, вот вы сейчас можете увидеть на экране, она просто начала трескаться. Я стал мазать ее еще больше. И вот, собственно, как она зажила. На самом деле, еще не зажила. И как будто бы еще надо подождать очень много времени, чтобы она зажила и чтобы можно было ее доделать. Ну, а стебель, стебель хорошо зажил. Вообще, я ее, короче, не заматывал пеленкой. И я просто ее мыл очень часто и мазал все время, когда она подсыхает. Ну, не все время, на самом деле, я чуть-чуть пизжу. Может быть, я, там, иногда забивал на это дело. Но, в отличие от этой татуировки, вот эта татуировка зажила очень даже хорошо. А знаете, сколько раз я ее мазал? Ровно столько же, сколько и ту. Просто, может быть, это зависит от места. И место вот это вот действительно неудобное, и за ним надо лучше ухаживать. Но вот здесь тоже прям почти на ладонь заходит. И тоже не из самых приятных. Зажило норм. Тут есть места, где Димон перетопил чуть-чуть. Но, в целом, татуха кайф. Мне очень нравится. Итак, у нас тут Серега, чернушник из Яката. И приехал в гости, и вот только что жестко хейтил меня. Говорил, что я лох и не умеет заживлять татухи. Блядь, да ты за ней реально не ухаживал по-любому. Место достаточно специфичное. И я как-то разбил здесь надпись. Она тоже вся повылетала. Я не знаю, возможно, это связано с кожей. Но вообще ладони, я очень редко, когда я видел реально качественные ладони. Я считаю, что татуировку на таких участках нужно промывать не дважды, а минимум трижды, а то и четырежды в день. И по минимуму напрягать вот эту часть тела. Точно так же, как и пальцы. Потому что они постоянно находятся в движении, в действии, и краска просто вылетает. Что надо было ему делать на седьмой день, когда мы видим вот эту трещину? Гнилую трещину нужно определенно написать своему мастеру. А если у вас мастер такой же, как и ты, то, скорее всего, он направит к врачу. И лучше сходить к герматологу. Я бы с такими вещами не шутил. А лучше вообще качественно заживлять татуировки. Убедительная просьба, заживляйте свои татуировки правильно. Понятно, что вот на таких неудобных местах не приклеить заживляющую пленку. И это надо заживлять традиционным способом. Но, дамы и господа, пожалуйста. Но вот в итоге сейчас бутон, он не заживет. Это будет болячка, с которой ему ходить полгода. И только тогда, вот только через полгода можно будет с этим что-то сделать. Качество всей татуировки от заживления зависит на 50%. Получается, мастер сделал татуировку, это 50%. И 50% это вы правильно заживили. Не будьте как Степа. И вот чтобы точно не быть как Степа, напишите в комментариях, чем ему закрыть пальцы. Хотя бы вот с пальцами сейчас разберемся. Подписывайтесь на канал, не забудьте ставить лайк. Вот. Подписывайтесь на канал.